Друзья, всем привет! Сегодня речь у нас пойдет о такой важной вещи, как биометрия. Вы, наверное, уже слышали, что к 1 октября все банки в нашей стране должны передать все биометрические записи своих клиентов в единую биометрическую службу. Еще это служба известна по своим первым буквам названия ЕБС. Вот даже неблагозвучное такое название у этой единой биометрической службы. Ну так вот, по идее все банки, которые собрались со своих клиентов, эти данные должны передать в эту службу. Вообще зачем эта биометрия нужна банкам? Вот нам лично, наверное, точно не нужна, потому что я даже не представляю, как ей можно пользоваться. Банки нам говорят, ну вот можно по лицу, по голосу, дистанционно как-то там получить какие-то услуги. Там зашел в кафе, улыбнулся, тебе счет списали. Ну вы представьте себе, если эти данные попадут в руки мошенников. Что тогда получится? Могут взять за нас кредит под дело в голос и лицо. Ну, во всяком случае, когда проводили такие опросы среди людей, то 72 процента, по-моему, ответили, что они против этой системы. А как эти биометрические данные попадают в банк? Вообще по закону банк только с согласия клиента может взять с них эти данные. Ну, прежде всего, это видео вашего лица и запись одновременная голоса. Иногда, наверное, вы могли сталкиваться, что вас попросят в банке снять ваше лицо на камеру, что-то там сказать какие-то, проговорить слова, цифры. Вот это и есть съемка биометрических параметров. И вот давайте перейдем к тому, как сделать, чтобы отключить эти данные. Сделать это можно следующим образом. Во-первых, через приложение Сбербанка, которое есть у многих на их смартфонах, айфонах. Я вывел для вас экран своего смартфона и в приложение Сбербанка. Вот прежде всего нужно зайти в свой профиль. Для этого нажать на значок слева вверху, и тогда откроется нам этот профиль. И там уже будет такой пункт распознавания по лицу и голосу. Если у вас он просит, ну, есть такая плашка зеленая, подключите распознавание, значит, он у вас не подключен. Не подключена эта услуга, и вам беспокоиться нечего. Если что, в этом же разделе вы можете увидеть пункт, что отозвать согласие. Там нужно будет поставить галочку и нажать на кнопку, и согласие будет отозвано в Сбере. Где еще можно увидеть и как еще можно отключить это согласие? Ну, это для тех, кто зарегистрирован на госуслугах. Вы переходите в профиль, и там есть специальный отдел «Биометрия». Вот нажимаете на эту кнопочку «Биометрия» и увидите, зарегистрирована она у вас или нет. Там же вы можете прочесть, что такое подтвержденная биометрия. Это способ подтверждения личности, который переранивается к паспорту. Вот вообще-то круто, да? С ее помощью можно получить нотариальные услуги, взять кредит в банк или оформить вклад. Или за вас кто-то возьмет этот кредит в банке. Вот поэтому многие люди уже отключили, отозвали это согласие на биометрические данные. И, наверное, я рекомендую всем вам проделать все же самые манипуляции. У кого это нет регистрации на госуслугах, у кого нет приложения онлайн Сбербанк, тем тогда нужно сходить будет в отделение Сбербанка и написать заявление. Ну вот так как-то вкратце вот что я вам хотел сказать, рассказать. И теперь вы знаете, как отключить и отозвать эти согласия на биометрические данные. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok